Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. На озере Ван Западной Армении начались работы по очистке от ила. Представитель Госдепа США посетит Армению, Азербайджан и Грузию. После прекращения огня с неподконтрольных арцах у территории было увезено 1557 тел. 5 июня – Всемирный день окружающей среды. Столкновения между курдскими боевиками и турецкими войсками продолжаются в Багеше, оккупированной Западной Армении. Тиграна Масяну достоин двух премий Deutsche Just Press. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Согласно заявлению губернатора Вана и заместителя мэра, сточные воды, стекающие в течение многих лет, образовали значительное количество грязи на берегах озера Ван. И для того, чтобы избавиться от неё при поддержке Министерства окружающей среды и городского развития, они начали очистку озера. Озеро Ван – крупнейшее в мире озеро, богатое содой. Также известное миру благодаря фотоконкурсу НАСА является обязательным для посещения всем, кто хочет увидеть его бирюзовые воды, пляжи и набережное озеро. Из-за недостаточной работы существующих очистных сооружений, серьёзно загрязнённое озеро Ван стало выходить на первый план не только из-за своей красоты, но и из-за загрязнения. Благодаря мерам, принятым Главным управлением водоснабжения и канализацией муниципалитета Ван по спасению озера Ван от загрязнения, центральные очистные сооружения были сданы в эксплуатацию. В то время как озеро Ван не подвергается угрозе загрязнения, ил источных вод распространяется на окружающую территорию. Отмечается, что наряду с очисткой от ила вышеуказанным механизмом пляжа озера Ван избавится и от неприятных запахов. Представитель Госдепартамента США с 6 по 13 июня посетит Армению, Азербайджан и Грузию. Об этом сообщает РИА Новости. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер с 6 по 13 июня посетит Тбилиси, Баку и Ереван. Сообщает Госдепартамент. Рикер встретится с представителями правительства, оппозиции и гражданского общества в Грузии, говорится в заявлении Госдепартамента. В частности, он планирует обсудить продолжающуюся агрессию России, оккупацию Грузии, говорится в сообщении Госдепартамента. Аналогичные встречи пройдут в Армении и Азербайджане, где дипломат обсудит процесс урегулирования Арцахского конфликта. Поиск останков военнослужащих, погибших в ходе боевых действий и пропавших без вести, продолжается сегодня одним спасательным отрядом в районе Джаракана Джабраила. С 13 ноября 2020 года спасатели Арцаха проводят поисковые спасательные операции на всех направлениях территории, находящихся под контролем Азербайджана. В последние месяцы поиски прекращались несколько раз по разным причинам. Время от времени между армянской и азербайджанской сторонами происходил обмен трупами. После прекращения огня из неподконтрольных Арцах у территории было эвакуировано 1557 тел. Всемирный день окружающей среды провозглашён 16 декабря 1972 года на 22-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отмечается 5 июня каждого года. Дата этого всемирного дня была выбрана во знаменование начала работы Стокгольмской комиссии, которая озабочена проблемами окружающей среды человека. В своём решении Генеральная комиссия призывает государство и агентство ООН ежегодно проводить мероприятия в этот день, чтобы подтвердить свою приверженность делу сохранения и улучшения окружающей среды. На 27-й сессии Генеральной комиссии в системе ООН была создана новая организация – программа ООН по окружающей среде. Под эгидой ЮНЕП ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды. Столкновения между турецкими войсками и курдскими боевиками продолжаются в районе Татван, оккупированной провинцией Багеш, Западной Армении. В ходе столкновений 3 июня один турецкий солдат был убит, двое ранены. По данным турецких СМИ, турецкие силы убили три курдских боевика. Утверждается, что военные операции турецких вооружённых сил проводятся против Рабочей партии Курдистана, военно-политической организации, считающейся террористической в Турции. Напомним, 2 июня в результате столкновений турецких сил с курдскими боевиками двое турецких военнослужащих были убиты и ещё четверо ранены. После столкновения турецкие силы начали широкомасштабную операцию по нанесению ударов с воздуха по курдским боевикам в Битлисе. Всемирно известный армянский пианист и композитор Тигран Амасян получил две премии Deutsche Jazz Press Award за свой последний альбом The Call of Dane в категории «Артист года международный» и «Фортепиано клавишные». Об этом Амасян написал на своей странице в Facebook. Он поблагодарил членов жюри и организаторов Deutsche Jazz Press и поздравил всех невероятно талантливых музыкантов, которые были номинированы и награждены в этом году. Уважаемые подписчики, государственное телевидение Западной Армении обращается к депортированным армянам всего мира. Мы не занимаемся саморекламой, а представляем нашу историю, нашу культуру, неизведанные и знаменитые уголки нашей Родины. Сейчас, как никогда, нам нужно национальное единство создания нашей национальной повестки дня. Цель всех нас увидеть свободную, независимую, единую Армению, маленькую ячейку которой мы несем. Наша борьба продолжительна и трудна, но результат, несомненно, будет победным. Вместе мы можем сделать больше. Вы можете поддержать государственное телевидение Западной Армении следующими банковскими счетами. Далее для вас Эдуард Дарпинян, Дарти Аль Пайлет. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.